Этого веслоухого красавца с редким окрасом обнаружили в общественном туалете торгового центра в Курске. Животное было сильно напугано. Девушка, которая нашла кота, попыталась подойти к нему ближе, но тот зашипел и попятился назад. Но бедняге некуда было идти, поэтому он просто вжался в стену. Героиня видела, что животному плохо и не смогла равнодушно оставить его на холодном полу туалета. Кот понял, что она хочет помочь ему, поэтому перестал проявлять агрессию и позволил поднять себя на руки и отвезти в ветеринарную клинику. Во время осмотра у врача найденыш вел себя вполне доверчиво и терпеливо переносил все процедуры. Ветеринар заметил на задней лапе кота выбритый участок кожи, на котором выступали синяки. Неизвестно, что случилось с питомцем до того, как он оказался в торговом центре. Возможно, следы на лапе образовались вследствие лечения, или бедняга убежал от жестоких хозяев. В клинике животному поставили капельницу, а затем его отправили на временную передержку, чтобы он согрелся, поел и набрался сил. Волонтеры разместили объявления о найденыши в разных зоозащитных группах Курска, но владельцев так и не удалось найти. Тем временем кураторы животного выкупали его и привели в порядок. Питомец начал прибавлять весе, а позже, когда наступила весна, его повезли на кастрацию. Пришло время искать для своего красавца новых постоянных хозяев. Многие хотели приютить кота с такой красивой внешностью, но никто из кандидатов не подходил в качестве ответственного хозяина. Куратор животного уже практически отчаялась, но наконец нашлись люди, готовые взять на себя ответственность за питомца и подарить ему тепло и любовь. Но и на этот раз не обошлось без проблем. Печальные вести стали приходить уже на следующий день. Сначала кот отказался от еды, потом бедняга мучился от тошноты и совсем паник. Новые хозяева сразу привезли питомца на обследование. У кота обнаружили панлейкопинею. Волонтеры были поражены случившимся, потому что буквально пару дней назад все было хорошо. Когда хозяева узнали, что им придется ежедневно возить животное на процедуры, они сразу отказались от него. Девушка, опекающая кота до пристройства, забрала его снова к себе. Такие частые переезды и смены жилья очень негативно сказываются на психологическом и физическом состоянии животных. Но наш четвероногий герой оказался сильным бойцом. Большую роль сыграли также любовь и грамотный уход куратора. В настоящее время болезнь животного полностью отступила. Внимание и трепет на отношения куратора придали ему сил. Надеемся, кот скоро найдет хозяина, который не побоится трудностей и подарит ему счастливую жизнь. Спасибо за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш канал, там вы найдете еще много интересного!